Давайте повернемся друг к другу. Посмотрите, как прекрасно выглядит твой сосед. Turn to your neighbor and look at him, how beautiful he is. Скажи ему, доброе утро, убедись, что он проснулся. Say him good morning and make sure that he is awake. И скажи, что время прославить нашего Бога. And say that it's a time to praise our God. Как бы странно это ни звучало бы, and it doesn't matter how strange it sounds, but it's the last day of conference. Поэтому давайте приготовимся, чтобы принять от Господа. So let's be ready to receive from God the last portion, what he prepared for us. Поверни своем ближнем, похлопай его, скажи, будь готов принять от Господа. Say to your neighbors, be ready to receive from God. And give all the praise to God. Let's praise him. Субтитры подогнал «Симон» 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 это подростка жизнь смотри что сделал господь как он изменил тебя 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 Иисус всегда спасает, Иисус он исцеляет, Иисус дает свободу, да! Славь его, он достоин всей хвалы. А дьявол побежден! Дьявол побежден, навеки посрамлен, Иисус дает свободу, да! Славь его, он достоин всей хвалы. Еще раз напомню об этом своему соседу. Что дьявол побежден, навеки посрамлен, Иисус дает свободу, да! Славь его, достоин всей хвалы. Славь его, 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 славь его. О, мы славим тебя Бог! Слав его, слав его, слав его, слав его, слав его, слав его. О, с конец куда рады. С конец куда рады. Девушки отдыхают. 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 Ты достоин славы, Ты достоин Бог всего, Ты достоин Бог всего, Ты достоин Бог всего. Ты достоин славы, Ты достоин Бог всего, Ты достоин Бог всего, Ты достоин Бог всего. Достоин Бог, јё достоин Бог всего. Д PVC, ёё достоин Бог того, Ты достоин Бог всего, ты достоине Бог всего, Превозносим, превозносим, превозносим. Превозносим, превозносим, превозносим. Превозносим, 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 превозносим. Превозносим, превозносим. Превозносим, превозносим. Превозносим, превозносим. Превозносим, превозносим. Падуа динам, падуа динам. Девикум, падуа динам, падуа динам. Падуа динам, падуа динам. Девикум. Падуа динам, падуа динам. Девикум, падуа динам. Падуа динам, падуа динам. Падуа динам, падуа динам. Падуа динам, падуа динам. Это место, где Бог посещает Своим небом. Боже, мы превозносим Тебя. Что Твое небо пришло на это место. Что Твое небо пришло на это место. О небеса! О небеса! О небеса! Господь, мы превозносим Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Что Твое небо. Оно в наших сердцах. Твое царство в наших сердцах. И мы сегодня получаем Твое небо. Чтобы потом, когда мы поедем по своим местам. Мы могли это небо высвободить из сердца. Чтобы небо покрыло всю землю. Чтобы Твой поцелуй неба. Этой земли. Чтобы Он изменил ее. Изменил лицо земли. Боже, спасибо Тебе. За Твое призвание. Которым Ты сказал. Идите по всему лицу земли. Идите по всему землю. Идите по всему небу. О небеса! Небеса! Боже, мы славим Тебя. Сына Твоего Христа. Мы благодарим Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Во имя Иисуса Христу. in the name of Jesus you know beloved ones when I came here I realized something's wrong with me I started to understand better or maybe you're better now you share the things so easily or maybe it's better with you or with you you bring heaven down so well I know maybe something is changing with us with all of us maybe something is happening, something's better something's changing for the better I'm very thankful to the Lord that I have such a wonderful opportunity to be in heaven here on earth to experience heaven the heaven itself you can even touch it you can feel it you can breathe it in you can taste the heaven it is so full let us always say it together heavens 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 oh Jesus heavens небеса alleluia новая песня будет hit new song life 2019 небеса alleluia 2019 давайте горячо поприветствуем пастора Майка welcome wow wow I could have stayed there all morning мог бы оставаться там все утро all day целый день thank you brother спасибо брат thank you спасибо my heart was saying the same thing my heart was saying the same thing my heart was saying the same thing Lord you're changing something maybe it's us maybe it's us amen I believe we're all changing я верю что мы все меняемся amen but when we go we need to take the change with us but when we go we need to take the change with us amen amen human words are so feeble compared to God can you feel that can you feel the presence of God вы можете ощущать присутствие Божие I mean we know the presence of God is always with us мы знаем что присутствие Божие оно всегда с нами but I like to feel it но я люблю чувствовать его amen my wife I know she loves me all the time моя жена я знаю она всегда меня любит but I love но я люблю to feel her люблю чувствовать ее to smell her понюхать ее amen amen but we're humans we're humans God knows who we are God knows who we are but God loves to feel us you know our prayers are like fragrance to his nose знаете наши молитвы это как благоухание для его носа amen I don't want my prayers to be a smell a bad smell in his nose it's like in the morning when you get up and your breath is not too good это когда ты утром просыпаешься и у тебя не очень приятный запах изо рта исходит and you go up to your spouse and you say and she says no она говорит о отойди no brush your teeth amen amen everyone understand все понимаем это да поэтому точно так же наше время с Богом иногда нам надо сначала почистить зубы мы должны сказать Господь прости меня за то что у меня такое плохое отношение в сердце прости меня за то что так часто жалуюсь прости за то что сдаюсь прости за то что не доверяю тебе какой ты есть amen and just like my wife once I brush my teeth she can't wait until I come to her presence watch смотрите amen how many of you like to have fun relationships are fun взаимоотношения они прекрасны amen but sometimes when we come into the presence of God we get because our heart still has a veil still has a veil on it even though Jesus took the veil away that's what I want to talk to you today это то о чем я хочу я хочу говорить сегодня с вами Abraham had to come out Abraham нужно было выйти he had to come out of the familiar он должен был выйти из зоны где все знакомо he had to come out of his security ему должно было выйти из своей безопасности он должен был выйти из своих планов для своего будущего и когда он сделал это тогда сердце его начало открываться когда ты приехал сюда твое сердце оно начало потихоньку открываться аминь но вы знаете вы встречаетесь пару дней проводите друг с другом чувствуете кто-то может быть не совсем в таком хорошем настроении и что-то может быть не происходит так как вы хотели бы чтобы происходило и внезапно эта завеса она снова появляется и ты стоишь пред своим отцом и вместо того чтобы наслаждаться взаимоотношениями ты говоришь а мне эта песня не нравится это человек который рядом стоит он постоянно меня толкает что-то мне это не нравится очень жарко очень холодно завтрак не понравился что бы то ни было вы понимаете то что мы делаем мы снова помещаем это покрывало себе на сердце а потом у нас вот такое отношение появляется о брат помолись за меня мне нужно знать волю Божью пожалуйста не могу найти волю Божью и тем не менее Бог не прячется от тебя мы прячем свои сердца от него даже несмотря на то что он видит их мы покрываем по многим причинам по причинам по причинам о которых Библия говорит что мы должны об этом позаботиться это неверие вы знаете единственное что Бог просит от нас требует от нас это то чтобы мы доверяли Ему если ты только будешь доверять Ему тогда все возможно для тебя все возможно потому что Иисус сказал это если ты будешь веровать если ты будешь доверять Мне если ты будешь доверять Моему Слову к тебе тогда все все абсолютно все ничто ничто не будет невозможным если только доверишься Мне если будешь просто доверять Мне Аминь это очень сложно когда у нас завеса на сердце Авраам начал выходить по мере того как он выходил со своей страны когда он выходил из своей знакомой территории когда он выходил из зоны своей безопасности из своего удобства в будущее он начинает выходить и когда он выходит его сердце открывается и вот когда сердце открывается он начинает слышать и он начинает понимать что Бог говорит ему только тогда когда наше сердце открыто Притчи 3 говорится доверься Господу всем сердцем своим и не полагайся на разум свой во всех путях во всем что бы ты ни делал все о чем ты думаешь просто полагайся на него опирайся на него опирайся на него я помню один человек спросил меня однажды почему ты веришь Богу я говорю потому что он добрый он верный и любящий он говорит верить Богу это как будто ходить на костылях он говорит мне не зачем на что-то опираться а я говорю а мне нужно каждый день опираться я не могу ходить без него я пытался я всякий раз снова себе эту травму повторяю вот это то куда приведет наше с вами понимание как брат Эндру сказал вчера это то что естественный природный человек он не понимает духовных вещей я люблю чего-то изучать постоянно что-то читаю но я позволяю чтобы мудрость приходила от Бога аминь я не знаю как поменять колесо когда спустила если я это не делаю поэтому мне не нужно спрашивать Бога как поменять колесо я просто единственное молюсь что когда я меняю колесо на дороге чтобы меня машина не сбила аминь поэтому нам нужно сделать свою часть его часть она была завершена и все что он говорит просто доверься мне просто доверяйся мне доверь мне Авраам есть доказательство того что никогда не можно быть слишком старым чтобы доверять видите ли молодежи легче доверять бывает чем пожилым людям потому что старшие люди они имеют больше ран в своей жизни это то как дьявол ловит нас но Бог говорит доверься мне доверься мне старик доверься мне старуха я хочу дать тебе твое будущее я хочу дать тебе новую жизнь доверься мне а что ты хочешь чтобы я сделал выйди выйди где бы ты ни был выходи выходи и следуй за мной куда мы идем тебе еще не надо знать потому что если я скажу тебе больше чем тебе нужно знать ты быстро сообразишь план перед тем как надо аминь Бог желает чтобы мы доверяли Ему Господь сказал мне пару недель назад Он говорит Майк Он знает меня по имени Он знает тебя по имени разве это не делает не чувствуешь ты себя особенным посмотри на соседа скажи ты очень особенный а теперь задам вам вопрос ты веришь в это потому что ты должен доверяться ему аминь поэтому Он говорит Майк Он говорит чтобы полагаться на свое разумение тебе не нужно ни веры ни доверия и я начал задумываться об этом мой естественный человек он всегда прав кроме тогда когда он не прав но когда ты споришь со своим супругой кто из вас входит в аргумент спор и думает она права нет ты споришь и говоришь она не права но теперь по крайней мере если ты старше ты хотя бы пальцем не указываешь естественный природный человек он постоянно спорит с вещами Божьими но как мы смотрели вчера вот эти глубокие вещи в твоем сердце это то где Бог говорит к особенному к тебе и нам необходимо эти вещи отложить в сторону один из способов как ты можешь отложить эти естественные вещи когда ты откладываешь их и следуешь за Богом и ты начинаешь выходить из зоны где тебе все знакомо ты начинаешь выходить из зоны уюта ты начинаешь отлагать свои планы в сторону и полагаться на его планы аминь поэтому когда он приводит тебя в место потому что есть место где ты должен быть точно так же как ты едешь в машине на клочке первый раз когда я ехал в Англии они едут по другой стороне я не привык переключать передачи левой рукой поэтому жена сидит рядом и молится она молится больше чем пастор Андрей ездит но я еду не в ту передачу включил и все застановилось это то что хочет с тобой сделать твой природный человек он хочет чтобы ты потерял вот это течение плавное переключение передач и когда ты попадаешь не туда я думаю когда я сознательно задумываюсь на какой я передаче я всегда переключаю не туда что вот это вот задний ход вот это первая скорость но когда я не думаю об этом и просто оно все так плавно получается вот это тот открытое сердце вот тогда Бог просто открывает наше сердце открыто перед ним позвольте дать вам одно место из Писания ну наверное больше чем одно turn to Genesis 18 first Бытие 18 глава мы сначала откроем in Genesis 18 Бытие 18 глава verse 17 I'm not going to read it but I want you to read it later я не буду читать но я хочу чтобы вы сами потом позже прочитали Andrew talked about it yesterday и Andrew говорил об этом вчера when the three men two angels and the pre-incarnate Christ came to meet with Abraham и ангел который был тем кто был позже Христом Abraham prepared the meal for them Abraham приготовил для них пищу but then as they were leaving и вот по мере того как они выходили Christ Jesus said I can't hide anything I can't hide anything I can't hide anything from my friend Abraham from my friend Abraham I need to tell him what's going on I need to tell him what's going on look at your neighbor and say my father and I are friends my father and I are friends he wants you to know what he's doing он желает чтобы ты знал что он делает and if you look in the scripture it's present tense и если ты смотришь в Писание то оно там дается в настоящем времени he says now I cannot hold anything from my friend Abraham он говорит сейчас я не могу ничего удерживать от своего друга Abraham he doesn't want to withhold anything from his children он ничего не хочет удерживать от своих детей we cover our hearts мы покрываем свои сердца we veil our hearts мы просто их накрываем непрощением with fear страхом когда мы позволяем вот этим естественным природным вещам доминировать нашим мышлением когда мы раздражаемся какими-то мелочами когда мы беспокоимся о том как что нам есть что нам одеть мы переживаем об этом а Иисус сказал возьми сними эту завесу посмотри вокруг посмотри на мое творение я ничего так просто не делаю и ты более ценен и важен чем все оно посмотри на соседа и скажи я ценный вы знаете как служители апостол Павел говорит что мы как служители к нам будут относиться как отброс мира но это не то как наш отец к нам относится это другие люди у которых сердца покрыты которые слушают естественного человека больше чем духовного и вот почему мы здесь для того чтобы помочь им увидеть все без завесы а враг постоянно пытается покрыть наше сердце снова этой завесой аминь когда ты читаешь слово когда у тебя завеса на глазах когда у тебя завеса на сердце ты только будешь видеть злого Бога аминь в 2 коринфянам 3 апостол Павел дает нам некоторое разумение в этом я хочу бросить вам вызов для того чтобы вы размышляли над этими местами Писания для того чтобы ваше сердце для того чтобы вас разум ухватился за это для того чтобы когда твой естественный человек скажет тебе что Бог где-то далеко что Бог просто отказался от тебя чтобы ты не позволил этим вещам снова покрыть твое сердце аминь твое общение с Богом оно прекращается потому что вместо того чтобы прийти к отцу ты боишься и ты как будто предстаешь перед генералом армии а ты просто какой-то рядовой и ты трясешься и вот именно это отсекает жизненный поток и оно также покрывает твое лицо от того чтобы ты видела Иисуса в Слове Божьем и тебе хочется убежать от Бога вместо того чтобы бежать к отцу апостол Павел сказал это следующим образом 2 Коринфянам 3 глава 7 и 8 стихи говорится если за служение смертоносным буквам служение смертоносным кто из вас хочет иметь смертоносное служение мне не нравится смерть смерть была побеждена моим Господом и Спасителем он сказал что смертоносное служение буквам оно было написано камне но служение духа которое является исполнением Божьих обетований в Иисусе Христе которое началось с того как Авраам доверился Богу и оно было запущено тем что Авраам начал двигаться и выходить и это было подпитано тем что Бог говорит Аврааму я ничего не сокрою от тебя Иисайя говорит что ты и я мы можем смотреть на Авраама потому что мы просто как щепка от дерева мы были вырезаны из того же самого камня и камень этот Христос посмотри на соседа и скажи я очень особенный человек для своего отца но он говорит но то служение которое ты и я приняли это есть служение духа духа у нас есть возможность прикоснуться к тому чего мы даже не видим и не ощущаем точно так же как пророк Самуил отправился для того чтобы помазать нового царя он смотрит на всех сыновей и он думает ой surely him ой это точно он это точно правильный человек и Господь научил Самуилу преподал урок это тот урок с которым ты и я можем ходить во святом духе он говорит Самуил не смотри так как смотрит человек мы всегда смотрим на внешность а он говорит а внешнее оно не так важно потому что важно то что внутри он говорит я смотрю на сердце человека он говорит если они позволят мне снять вот эту завесу потому что твой самый большой дар это твой выбор если только они позволят мне снять завесу с сердца апостол Павел говорит я могу показать им что они даже не помешали то о чем око не видело то о чем ухо не слышало то что еще никогда не попадало в их сердце я могу все это сделать он говорит если только доверишься мне а потом он говорит там где Дух Господен там свобода там свобода свобода вы слышите как люди поют песню о свободе я свободен свободен да я свободен 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 а если они как более как мы пятидесятники спасибо Иисус за то что освободил меня как это он что сделает я не знаю как оно чего будет вы когда-то делали так я тоже так делал откуда вы знаете что плохая пища вы попробовали ее и вы понюхали ее и тогда ты перестаешь это есть мы также должны с вами быть такими же сообразителями в духовных вещах аминь у нас открытая дверь зайди смело приходи к трону благодати который ты посмотри на соседа и скажи ты можешь прийти и принять благодать на свои нужды если ты доверишься мне доверься мне доверься мне launch out доверься мне положи сети я знаю что сейчас неподходящее время рыбачить положи свои сети хорошо рыбка как такое могло быть он говорит доверься мне слово Божье оно установлено навеки а как долго навеки это сколько единственное когда время заканчивается это когда ты покрываешь свое сердце и слушаешь только сам себя аминь халлелуя давайте посмотрим третью главу второго коринфянам шестнадцатый до восемнадцатого но говорится но когда обращаются к Господу тогда это покрывало снимается это покрывало снимается когда оно снимается когда ты отправился к Господу когда ты пошел к Богу когда ты отдал Ему свое сердце вы знаете почему Господь всегда говорит вернись ко мне покайся тебе нужно вернуться тебе нужно поменять свое мышление тебе нужно поменять свое направление тебе нужно вернуться вернуться ко мне и снова довериться мне и когда мы слышим что он это говорит нам это то как будто он говорит что ты снова поместил покрывало на свое сердце я пытаюсь я пытаюсь вложить жизнь в тебя но ты закрываешься мой поток пытается проникнуть тебя а ты перекрываешь его не делай этого просто доверься мне просто проведи со мной время позволь мне убедить тебя в этом что я верен позволь меня убедить тебя в том что я страстно люблю тебя позволь меня убедить тебя снова и снова что все возможно я не дал тебе служение смертоносное я дал тебе служение жизни и изобильной жизни и оно будет проистекать через тебя оно не придет тебе в разум оно будет проистекать через твою жизнь можешь ли ты довериться ему в этом но иногда нам снова нужно снять эту завесу и она снимается легко оно называется смирением это не тяжело ты просто говоришь Господь прости меня не могу поверить что я пошел в этом направлении нет проблем давай будем сегодня ходить вместе он тебе не дает трехнедельный испытательный срок он говорит давай пойдем сейчас давай пойдем на птичек посмотрим давай пойдем цветочки понюхаем давай поедим хорошего вкусного шоколадного торта оу насколько Бог замечателен мой отец любит меня да да доверься мне и ты знаешь что враг все равно придет я даже не хочу о нем говорить мы так часто говорим и проводим время говоря о отрицательных вещах я знаю что отрицательные и плохие вещи происходят тебе не надо молиться о том чтобы плохое произошло в твоей жизни плохое происходит нравится тебе это или нет но для того чтобы держать свое сердце открыто ты должен сделать выбор я делаю выбор любить Бога я доверяю делаю выбор довериться своему отцу я делаю выбор слушать дух и сразу же послушать быть послушным иногда беру Филиппа Филипп на замечательном собрании Бог движется а дух святых говорит выйди пойди по дорогу в Газу это достаточно одинокая дорога по пути в Газу он говорит ну хорошо и он идет по дороге может быть чувствует себя глупо зачем я это делаю я не понимаю что и зачем а потом услышит как человек читает из Исаии интересно пойду посмотрю и он бежит туда и он слышит как человек читает ты разумеешь что читаешь как я могу понимать этот Эфиоп имел открытое сердце и многие люди которые я сегодня знаю спрошу ты понимаешь что ты читаешь он скажет да конечно давай я тебе еще объясню и потом три часа сидишь он говорит как кто-то может разуметь это а Филипп говорит давай я тебе объясню и знаете откуда я знаю почему Филипп говорил ему духовные слова потому что в конце разговора Эфиоп говорит а что мне теперь делать он просто двинулся в своей плоти он говорит могу ли я креститься я думаю ты в пустыне там очень сухо разве не удивительно как Бог усмотрел воду вот вода могу ли я креститься а Филипп говорит а почему бы и нет это есть сердце доверия Господь говорит что-то и ты говоришь а почему нет почему бы не сделать невозможное почему бы не последовать за Господом почему бы не выйти и не делать это почему нет Филип встает и крестит его преподает водное крещение а может быть а может быть Филип думает у себя а вообще-то у меня 15-дневный курс есть перед крещением и по дороге в церковь но у духа была другая история человек поднимается Филиппа уже нет а Бог также позаботился и об этом Эфиопии не так ли? этот человек одна история в вдохновленной Библии он нес силу духа принес ее в Эфиопию это то что мы с вами имеем внутри нас если мы только позволим этому выйти дьявол попытается чтобы ты свое сердце прикрыл стыдливостью ты сделал ошибку тебе нужно покрыть ты не будешь тебе не захочется повторять эту ошибку а потом ты делаешь другую ошибку и эту тебе не надо повторять и незадолго ты находишься в таком маленьком загнанном месте в своем сердце а потом ты слышишь как Иисус приходит и говорит откройся 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 Господь что ты хочешь чтобы я сделал просто открой свое сердце пусть все что исходит из твоих уст будет хвалой для меня радуйся во мне Павел говорит Эфисянам 5 главе он говорит не упивайтесь вином что он здесь говорит он говорит что не делай себя бесчувственным какими-то естественными физическими вещами когда ты ничего не чувствуешь ты можешь себя сделать анестезию без алкоголя ну помнишь помнишь когда он говорил и он сделал то что он обещал помнишь ты когда а ну конечно же помню да помню да я это помню Господь я забыл это как я мог это забыть вообще я помню Господь и твой раз он говорит да но теперь ты слишком стар тебе нужно вырасти тебе нужно думать какие-то логические мысли а потом ты слышишь как Иисус говорит нет 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 ты мое дитя у меня двое взрослых детей они все еще мои малыши мы все еще малые дети у отца и вы знаете он намного более доволен когда он видит нас когда мы действуем как дети и у нас больше мира когда мы доверяем ему как дети аминь аминь поэтому Павел говорит исполняйтесь Духом как это сделать Павел он говорит через песнопение через пение духовные песни обычные песни веселые песни песни о нем песни о тебе и о нем песни из Писания он говорит пой это пойте это друг другу пой себе сам аминь вы когда-то обращали внимание как музыка влияет на негатив когда что-то люди стоят такие а ты продолжаешь петь и ты продолжаешь это пропускать через свое сердце это как будто бы кости оживают сухие аминь что это было? это наполнение Духом Святым но он там мы должны просто снова открыть свое сердце и тогда начинает приходить свобода тогда приходит освобождение и ты счастлив ты даже не знаешь почему ты такой радостный все очень плохо но ты все равно радостный и молитва такая что я пойду поговорю с отцом или нет давай пойдем помолимся нет я пойду поговорю с отцом в любой момент проводи время с ним это ободряет тебя это дает тебе надежду это есть наш насущный каждодневный хлеб это то что мир должен увидеть в нас вот эти открытые сердца такая страсть безусловная страсть для Бога и истинная любовь по отношению ко всем людям и у нас уже это заложено ты просто должен снова расстаться с этой завесой как это делается тебе нужно выйти сюда тебе нужно сделать выбор сейчас для того чтобы расстаться с этим удобством давай выходи теперь я позабочусь о тебе я просто хочу чтобы ты сделал то что я тебе говорю и он сделает это он знает твое сердце он знает твои желания он знает что ты отец он знает это он все сам устраивает иногда кажется что он не устраивает это но он говорит что и даже лучше чем ты можешь себе представить больше и лучше более взаимосвязано и он говорит просто имей сердце имей доверие ходи в мире ходи в покое ходи в моей благодати ходи в моей милости я знаю куда я тебя веду аминь безопасное место хорошее место место где проистекает и это то что он желает для всех нас не бросай не останавливайся не теряй сердце не огорчайся не позволяй чтобы твое сердце ожесточилось аминь не позволяй этому иметь разрушение Бог дает тебе все то что относится к жизни и набожности божественную характеру позвольте мне закончить следующим благочестие набожность благочестие 2 коринфянам 4 апостол павел апостол павел говорит апостол павел говорит посему имела по милости божьей такое служение this ministry of the spirit вот это служение духа we have received we have received mercy we have received mercy we have mercy available every day brand new для тебя каждый день есть новая милость you know what mercy is знаете что такое милость mercy is something neither one of us deserve милость это то чего никто из нас не заслуживает and our father says trust me а отец говорит доверься мне when you wake up tomorrow когда ты завтра утром проснешься I have a surprise for you у меня есть для тебя подарок сюрприз new mercy новая милость not leftover mercy не остатки объедки вчерашние но новая милость and you need this new mercy to fulfill this ministry of life that I've given you because you need to be merciful to people who have listened to their old person their natural man and they've stumbled don't give them the ministry of death that's written on stones give them the ministry of life that's written in your heart treat them like you you would want to be treated love them the way you would want to be loved give to them the way you would want to be given to if you were in that situation because freely you've received you won't run out I have more for you amen he said don't minister the ministry of death he said don't minister the ministry of death we've received mercy we've received mercy look at the last part of this verse we do not lose heart we do not lose heart look at your name and say I will not lose heart my heart will always be open to God's spirit my heart will always be open I mark this day that I will never let avail get over my heart again I will see Jesus face to face and in his face I will receive all the grace and mercy I need to continue to be and to continue to become everything that my father has ordained me to be I will carry out the ministry of life I will be an example of life I will be an example of life I will be a flow of life I will be a flow of life because the spirit of God lives in me and where the spirit of the Lord is there's liberty and I am a person of liberty because I am a person that's loved by God he will never do anything unless he shows me first because I am his friend like my father was that's our heritage that's our inheritance that's why we can walk away from anything on the earth to trust him and to walk with him amen amen go and give life and give life in Jesus name in Jesus name amen hallelujah alleluia alleluia pastor you look good on the screen over here i saw you Я тебя видел, там по телевизору тебя показывали. ТВ-мен, ТВ-пречер, аминь. Проповедник по телевизору. Перед тем, как я начну, я расскажу коротенькую историю о своем отце, о своем земном отце. Он очень был такой серьезный мужик. И выпить любил хорошо. И на самом деле очень меня сильно это огорчало, то, что он пил. Но в тот день, когда Бог так меня исцелил, и теперь я могу об этом свободно говорить. Но он был очень серьезным человеком. Напоминает мне Андрея Залуцкого. Очень такой серьезный. Очень такой деловой. Очень важные вещи. Траву покосить. Маму слушать. Делай, что она тебе скажет. Идешь со мной на рыбалку. Аминь. Очень так конкретно и серьезно. Но если было где-то зеркало рядом, мой отец брал это зеркало и он смотрел на него и потом он его поворачивал ко мне. И он говорил, I saw a monkey. Он говорит, видишь, я увидел обезьянку. Look at the monkey. Посмотри на эту обезьянку. Он любил так шутить. И он так смеялся. Он говорит, погляди-ка. At the monkey. Посмотри, какая обезьянка симпатичная. И он смеялся. Потому что когда я смотрел в зеркало, я видел себя. Теперь. И было время, когда он говорил мне, он смотрел на меня очень серьезно. Он говорил, Woody, ты в жизни можешь достичь все, чего ты захочешь. Если ты только будешь готов для этого работать, ты можешь стать всем, кем ты захочешь. А я все еще видел в зеркале обезьянку. И где-то сзади мысли я говорил это про себя. Я не говорил это вслух. Но я говорил, ну папа, ты не знаешь, какой я глупый. Ты не знаешь, что происходит внутри меня. Я не могу ничего. Я не могу ничего. Вообще ничего не могу. Но голос Отца. Давайте снова обратимся к Бытие 11 глава. Мы не будем читать все Писание здесь. Но когда я читаю о Тире, Тире он имел свое представление о себе. Абрам 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 имел свое представление о себе. Абрам had the identity of who he was, his identity in his mind. Абрам имел представление о том, кто он из себя представляет, что он представляет себя как личность. I am the son of Tira. Я сын Тиры. I am the husband of Sarai. Я муж Сары. And by the way, Sarai is barren. И она бесплодна. My name means father of many. Мой имя значит отец многих. But I'm fatherless. Но я бездетный. Бездетный. And when he looked in the mirror, и когда он смотрел в зеркало, that's what he saw. Это то, что он видел. And when he introduced himself, и когда он представлял себя, he would say, My name is Abram. Он говорит, Меня зовут Абрам. And they would say, Oh! And they would say, Oh! How many children? Сколько детей у тебя? 60, 65 лет. 60, 65 лет. How many children? А сколько у тебя детей? Nine. Нисколько. У Sarai была своя идентификация. Есть целый стих, который говорит нам о том, что она была бесплодна. Целый стих. Все один сам по себе. Это очень болезненный стих. Писание говорит нам, что она не могла зачать. Многие женщины знают эту боль, когда они носят дитя, и не могут родить здорового ребенка. А другие женщины знают, боль, которая осуществляется с тем, что невозможно зачать. Многие христиане не могут зачинать. Они смотрят в зеркало и говорят, Бог может использовать других людей, не может использовать меня. Мой отец говорил мне, что я тупой. Мама говорила, что я ничего не могу. Мой учитель в третьем классе говорил мне, что я вообще умственно отсталый. Ничего не получится. Это правда для тебя, но не для меня. Настал день, когда Бог сказал Авраму, get your stuff together, он говорит, собери свои пожитки. By the way, when you're traveling, you leave a lot of things behind you, don't you, Bishop Николай? Как епископ Николай знает, что многое оставляешь позади, но что-то ты с собой все равно берешь. Аврам, он много оставил позади, но берет с собой Сару. Take Lot, by the way, Lot had his own identity. Can't take Haran, because he's in the grave. Leave your hurt behind you. Оставляет свои стада. Leave the pain behind you. Точнее сказать, оставь свою боль, оставь свои страдания. And go, pardon me, go where I show you. And I'm convinced of this. And I'm convinced of this. As Abram went, по мере того, как Аврам шел, he thought, he thought, is it true? Will God really make me? Will God really make me? Will God really make me? Sделает ли Бог меня? A nation? Will God really make me? God didn't mention Sarai. He only mentioned Abram. And as he walked, as he carried, will God really, really make me? Or will I always be fatherless? Day after day, night after night, I'll just say it this way. Night he would slip into Sarai's tent, ночью он прокрадывался в палатку к Sarai. The next day he would say, God, please. And on the next day he would say, God, please. Allow her to conceive. Allow her to conceive. Month after month, месяц за месяцем, no conception. Нет никакого зачатия. God spoke to him again. Бог снова говорит ему. Sarah had an idea. У Sarai была своя идея. Sarah looked in the mirror. Посмотрела в зеркало. You saw a very beautiful woman. Ты видишь прекрасную женщину. If you would have seen her, you would have said, no problem there. И если бы ты посмотрел на нее, ты бы сказал, ну, здесь вообще никаких проблем нет. У нее должно быть много детей. Но когда она смотрела, она видела бесплодность. Аминь. Время проходило. Sarah had an idea. У Sarai появилась идея. Abram had an idea. Врама появилась идея. А Abram said, God should I take my servant, make him my son? Сделать, взять слугу и сделать сына. Sarah said, should I take my handmaid and have a child through her? И через нее, чтобы родился ребенок? We have so many ideas. У нас так часто много бывает разных идей. Но у Бога была картина Sarah. I want you to notice this. Когда Бог сказал Авраму, I'm changing both of your names. Я меняю ваши имена. And Sarai will be Sarah. И Sarah становится Sarah. Abram will be Abraham. Авраам становится Авраамом. Daddy said you were the father of many. Отец сказал, что ты будешь отцом многих. Daddy said, you are father of many nations. Sarah's daddy said, you are princess. Отец Сара говорит, что ты принцесса. Sarah's spiritual, heavenly daddy said, you are the mother of princes. ты становишься матерью-принцесс. Когда это произошло, Авраам посмеялся. Abraham laughed. Amen. Oh, sorry. Amen. Abraham laughed. Abraham laughed. Everybody loves a new name. I'm Abraham. Abraham. He went back, told Sarai. Он пошел к Sarai и сказал, I'll never call you Sarai again. Я больше никогда не буду тебя отзывать Сарой. Ты теперь Сара. A lot of times we hear a wonderful message. И часто мы слышим хорошее слово. And we walk out. И мы выходим. And we say, I'll never call myself that again. But if you will look carefully, there are some events that take place that prove to us when Sarai conceived. Did you know in Romans there's a passage in chapter 5, I believe it is, that says that Abraham believed had hope against hope. Abraham believed even though his own body was no longer able to father a child. even though Sarah's body was unable to conceive and was no longer able to carry a child. He believed. He believed. He believed. He believed. He believed. not believe that she would conceive. When he went to bed with Hagar, he could not believe that she could conceive. when he went to Gerar, he still couldn't believe. He still couldn't believe. Because it was after that. Because it was after that. It was after he delivered Lot. It was after he delivered Lot. Hebrews 11.11 Hebrews 11.11 There was a moment in time that Sarah believed. She had been calling herself Sarah for months. But there came a time. Amen? She believed. And she conceived. She saw herself differently. I'm convinced it takes time. God works in our life. God speaks to our heart. There's a metamorphosis that takes place. There's a metamorphosis that takes place. It's like a caterpillar in a cocoon. It has to eat its way out. It has to eat its way out. You know I've preached this message before here. You know I've preached this message before here. Does anybody remember? I can't get away from it. And I can't get away from it. The book of Romans is one of my books. I've studied it so many times. It was the book that God used to enable me to see myself as a man of God. because I was the one that said I'm too dumb. God can't use me. But in Romans I found the grace of God. I found the mercy of God. I found the mercy of God. I found out that even Abraham, father of faith, God had to change the way Abraham saw himself before he could be Abraham. I told you years ago. My name is Elwood Howard Godwin God's son. Because when I got born again, he added his name. He adopted me. And God's one of God's sons, not the God's sons, but one of God's sons. God's son can do anything. God says he can do. Все, что Бог говорит, он может сделать. I can go anywhere. I can do anything. Some of you have no problem praying for the sick. Some of you have no problem preaching. Matter of fact, sometimes you can preach just out of the flesh. You're so good at it. You don't even need to hear from God. Did you know Romans chapter 8 tells me that if I walk in the flesh, if I travel in the flesh, doesn't matter how good I look, doesn't matter how good I preach, it's only going to produce death. Whatever I do in the flesh, somebody said it this week is sin. Everything that's not in faith is sin. It's destructive and it brings death. It's like dragging the body of Haran with you. The flesh always stinks. But the law of the spirit of life in Christ Jesus has made us free in the law of sin and death. And we can every day walk in the spirit. Romans 8 we can every day walk in the spirit. Every hour. Every day. It breaks my heart when somebody stands up and says we all sin every day. You don't have to sin every day. That's the gospel. every day. Вот в этом Евангелии the gospel is so powerful. Евангелие настолько сильна. The grace of God is so good. The grace of God is so good. I don't have to sin. That's the gospel that I don't have to sin. 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 I can walk in the spirit. I can walk in the spirit. I can look into the perfect law of liberty. I can look into the perfect law of liberty. And I can see the man of God that God says I am. And I can be the man of God that God says I am. Amen. Now I had two more pages of notes. But I really believe these other speakers are going to preach my notes. And so I'm going to shut up. Sometimes the best thing you can do is shut up and sit down. Amen. I know we have more time, but I think it's time. Amen. And maybe it's your turn. Okay, come on. You want to take my luggage? You want to take my luggage? Спасибо, пастор Майк. Спасибо каждому. Как уникально Господь доносит нас, как пастор сегодня сказал, как вкладывается разными методами на разных тональностях, на разных диапазонах. Что со мной согласен? Мы что-то получаем здесь? Сегодня утром приехал, выходил с машины, и сестра поприветствовала. Я говорю, как вы себя чувствуете? Наполняемся. Я подошла к фильтровой станции, у меня столько было воды в бутылочке, я наполняю, Дух Святого говорит мне, вот так я тебя наполняю здесь. И the Holy Spirit is telling me, this is how I fill you up with the Spirit. Вся слава Господу. All the glory to God. Вы заметили, что мы чуть раньше закончили. We're a little bit ahead of the time. Я говорю, что мы раньше начали уже завершающую сессию. And I'd like for us to start our finishing session early. У нас есть прекрасный сюрприз. Здесь у нас есть в гостях брат Андрей Веснин, и он... We have brother Андрей Веснин. Он споет... Андрей, ты готов сейчас? Давай мы сейчас споем. Давайте мы не будем ждать сюрприза на следующей сессии. И он сейчас споет песню о белом парусе. О паруснике уже Дух Святой нам символизировал. He's gonna sing to us about the sailboat. We are not on a cruise ship. А мы должны быть на паруснике. Хватит репсти и у лодки, надо расправить парусник, чтобы ветер Духа Святого двигал нас. Amen. И пусть Дух Святой нам говорит через эту песню. И когда мы будем заканчивать эту сессию, после песни, его сыновья подарят каждому диск на память. Аминь. Андрей, добро пожаловать. Спасибо большое, Пастор Андрей. И всему собранию. Мне предоставилась большая честь. быть одним из замыкающих этой конференции. И быть этим сладким вином в конце пьевна. Я хочу воспользоваться этой возможностью. И прочитать вам Исаия 60 глава. Первый стих. Восстань, святись, Иерусалим. Ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, и над тобою воссияет Господь. И слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Слава Богу. Парус небелый. Парус небелый. Плывет далеке. Поплываю ближе. К нему Вижу черное напело. Слышу крики, тону. Слышу крики, тону. Так грязная алья Омолю тебя От греха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Где-то далеко в море Плывут корабли Вижу парусный белый Улыбён далеке Подплываю ближе К нему нету изъяна Слышу крики хвалы Восстань, светись Церковь моя Моя рука На твоих плечах В твоих руках Победа моя Держись твёрда Моя любимая Любимая Церковь моя Я забуду тебя Пробудись от сна Открой глаза Праведность твоя Как одежда грязная Я омою тебя От греха Постань, светись Церковь моя Моя рука На твоих плечах В твоих руках Победа моя Победа моя Позаботьтесь Чтобы не пройти мимо Взять диск Если вы желаете На память На 10 минут раньше Мы начнём Следующую сессию Но я одну Убедительную просьбу Имею к пастырям Останьтесь сейчас На 5 минут Бог есть Бог мира и устройства И наша конференция Будет завершаться Святым Хлебопреломлением И я прошу Постарей Чтобы помогли Послужить Развучить И мы организуем Этот вопрос Приятно Чайпитие Приятно Мы начнём В 11.35 В 11.35 Мы начнём Следующую сессию Николай